нефть в современном мире является одним из важнейших ресурсов для использования транспортов тепловых электростанций и химической промышленности однако одной из актуальных проблем является ее добыча ведь большинство российских запасов относят трудно извлекаемым видом и в связи с этим появляется необходимость искать различные способы повышения нефтеотдачи одним из которых является методом теплостового горения это нефта шарчинского месторождения вот видите песчаная называется потому что она смешенная с песком она находится в таком виде она очень тяжелая и трудно извлекается в связи ситом мы применяем метод внутри пластового горения который основан на сжигание часть нефти как в сигарете то есть же сигарету этот фронт идет и в ходе маршрута он выделяет теплоту которая уменьшает вязкость нефти под действием температуры но и у этого способа есть свои минусы например нестабильность фронта горения чтобы справиться с этой проблемой повысить качество нефти то есть сделать ее менее вязкой ученые казанского федерального университета использовали катализаторы органорастворимых соединений металлов которые легко проникают в пористую среду пласта предыдущее наше исследование мы доказали что катализаторная основа кастрового масла дает очень уникальный эффект и это нам привело к применению другим видом другими видами скажем так легантов в качестве солнечного масла который также показала очень скажем так с точки зрения эффективность катализаторов на процесс окисления нефти стабилизации фронта горения очень перспективный и огромный эффект метод внутрипластового горения уникален своей экономичностью и эффективность он практически не требует затрат для успешной реализации процесса необходим воздух с помощью которого происходит увеличение температуры и давление резервуара в связи с этими процессами вязкость нефти уменьшается а коэффициент излечения увеличивается в ходе исследования мы ученые всегда там обнаружили два пика до первый пик называется низкотемпературная окисление где окисляется компоненте нефти в присоединение с кислородом где-то в переделах от 250 до 350 градусов а второй пик он уже идет как результат горения кокса который получается после первого пика где-то в переделах 450 градусов процесс происходит в несколько этапов в начале ученые казанского федерального университета получает образцы нефти от разных заказчиков измельчает ее и помещает в экстракционной установки где получать две фазы нефть растворителем в колбе и оставшуюся породу в приборе после экстракции получаем вот такой смесь здесь нефть у нас идет с растворителем дальше мы этот растворитель должны упаривать в ротином испарителя вот и в конце концов конечном итоге поручаем чистую нефть без растворителя вот в таком виде затем образцы забираются для анализа характеристик нефти с помощью метода хроматографии который подразумевает собой добавление силикагеля и маленькой части нефти при их взаимодействии выделяется высококипящие компоненты нефтяных остатков разделяющиеся на три фракции насыщенные ароматики и смолы первая фракция насыщенный вот видите она такого прозрачного цвета а эти у нас ароматики а смолы они также выглядят как нефть в принципе вот и на основании получи полученных вот эти фракции мы можем знать в процентах сколько их вы в данные нефти то есть этот метод нам позволяет характеризовать изучаемые наши нефти одним из следующих этапов является изучение поведения нефти в присутствии и отсутствии катализаторов которые были получены с помощью уникального прибора ученые казанского федерального университета измеряет количество тепла который выделяется при сжигании нефти со временем и ростом температуры специальную емку для нагрева помещают полученные образцы затем перемещают внутрь печки здесь помощью газового баллона происходит повышение температуры данная технология позволяет уже на начальном этапе увидеть работы для катализатор стоит ли его масштабировать данные катализаторы они улучшают количество и качество нефти внутри пласта значит там все тебе идет вот эти скажем так реакция и газы которые выделяются от сжигания части нефти эти газы обычно они вызывают скажем так увеличение температуры планеты как известно это эффект о2 то есть они остаются именно внутри резервуара не выходит и естественно данный метод является более экологически на сегодняшний день ученые планируют усовершенствовать разработку по нефте отдачи на основе подсолнечного масла синтезировать катализатор в большем количестве и применять его в трубах горения которые находятся в технологическом центре казанского университета а долина каюпова алина красинникова ленар гизатуллин универ ньюс